Здарова всем, ребят! Последние дни меня вот этой вот ПТшечкой просто активно закидали. Видимо, достаточно часто встречается в боях. Это советская ПТ-САУ 10 уровня СУ-122Б. Как вы видите, она на шведские СТРВшки своим принципом похожа. Ну и это неудивительно, потому что у неё схожий механизм работы, соответственно, гидропневматической подвески. При этом, если обратить внимание, то вход и выход в осадный режим... Вот, сейчас скажу. Ну, в районе где-то 1 секунды. По-моему, вход 2 секунды, а выход 1 секунду. По динамике, вы сами видите, достаточно динамичная ПТшка. Максимальная скорость 48 км в час. Куда она делась? В походном режиме. И вот сейчас он переходит в осадный режим. Здесь у него скорость становится всего 12 км в час вперёд и 12 км назад. Но при этом, посмотрите, у него ещё и пушка вверх-вниз двигается, да? Вот. Углы склонения в осадном режиме 10 градусов вниз. Если в походном режиме, то... 3 градуса вниз. ВЛД 80 мм. И посмотрите, сколько от него рикошетов происходит. Все реплеи, которые я с этой ПТхой смотрел, они все были в ближний бой. То есть это не ПТха из кустов, это ПТха именно такая. Ну, чтобы понаносить урон. Хотя странно на самом деле. Потому что, смотрите. Альфа 440. Перезарядка в режиме походном 9,2 секунды. А в режиме осадном 8,2 секунды. То есть в осадном режиме у неё ещё и ДПМ больше. Время прицеливания в походном 2,5 секунды. А в осадном режиме полторы секунды. То есть это очень быстро. Это ещё не всё. Точность в походном режиме 0,36, что само по себе очень немало, я бы даже сказал. Но в осадном превращается в 0,26. То есть ПТха может ещё и на дистанции играть. При этом основной снаряд у неё бронебойный с пробитием почти 290. Если быть точнее, 286. Кумыс 340 пробивает. Он летит больше 1000 метров в секунду. А ББшка больше 1200. То есть ПТха, по сути, может отыгрывать на дистанции. Понимаете? Незаметность машины, правда, в базе 14%. Но если сюда масксеть влепить ещё, прокачать маскировку, я думаю, она будет более-менее незаметная. Но если смотреть на её габариты, то она не маленькая. Где-то в районе 263-го объекта. Какой объект у нас? Да, 263-й объект, по-моему, ПТшка такая. Тоже не маленький. Просто посмотрите, вот рядом другие танки. Он не маленький. Это достаточно большая ПТха. Вот. Как я и сказал, одной из фишек её является – это вход-выход в осадный режим. Он практически всегда, практически моментально готов перейти в этот самый осадный режим. 2 секунды, но самое главное – он очень быстро из него выходит. Я смотрел, как на нём отыгрывал игрок, например, на Прохоровке. Он просто играл на центре, выставлялся, быстро давал выстрел, уходил в походный режим. Кстати, в походном режиме скорость заднего хода, сейчас скажу сколько, 20 км в час. И после этого резко-резко-резко откатывался назад, уходя от прострела арты. То есть, один из вариантов геймплея. Ну и плюс, ещё раз посмотрите, его хоть и в крышу наносит урон, но сколько у него непробитий на лобовой детали. Видите? Это всё черкаши, и это значит, что он это всё танканул. Ну, правда, мы смотрим реплей от лица Паттона, но саму суть это не меняет. Правда, обзор здесь всего 360 метров, но я напомню, что обычно такие ПТшки используют стереотрубу в базе. Ну и ДПМчик, чтобы поднять. Короче, у ПТхи отличная динамика в походном режиме. Она не является какой-то сильно страдающей в походном режиме. Но при этом, переходя в осадный режим, у неё возрастает и ДПМ. А я не помню, чтобы ДПМчик у шведских ПТшек возрастал. Может, я что-то путаю? У них, по-моему, только точность и сведение лучше становится. А здесь и точность 0.36 и 0.26. Чувствуете разницу? Но, с другой стороны, это сейчас всё супертест. На ней катают в рандоме супертестеры. Так что встретите, не удивляйтесь. Вот такая вот ПТшка из ветки СССР. На самом деле, выглядит очень сильной. И это, собственно, так сказать, разработка Леста. Вот они такую машину, скорее всего, придумали. Не думаю, что у Советского Союза она была. Как вам интересно было? Если интересно, ставьте лайкосики. И торопитесь, потому что карточка всего лишь до 15-го числа. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok